Всероссийский турнир по самбо. В нашем городе это большое спортивное событие и, несомненно, праздник. Поваров к тому предостаточно. Это и дань памяти погибшим пограничникам, кавалеру Ордена Мужества Владимиру Сушкову и, без сомнения, событий, имеющие особую значимость. 90-летие спортивного общества «Динамо». На торжественные церемонии открытия соревнований с приветственными словами традиционно обратились организаторы и почетные гости. Среди них помощник главы округа Николай Войтенко, начальник полиции Мурома Александр Руденко, заместитель председателя Владимирского регионального общества «Динамо» Игорь Цыкин, мать погибшего героя офицера Владимира Сушкова, легендарный человек, «Динамовка» с 50-летним стажем Раиса Борисовна Сушкова и другие. Наш древний город Муром имеет большую историю развития спорта. Поэтому мы очень признательны, что Раиса Борисовна выбрала именно древний город Муром для проведения этого турнира. От всей души хочу пожелать вам всех удачи и новых побед во славу «Динамо» и Великой России. Мне хотелось поздравить вас еще раз отдельно со спортивным праздником, пожелать здоровья, успехов и дальнейшего спортивного благополучия. Пусть сидящий победит сегодня на ковре. Успехов вам и победы. И еще я хотела сказать, низкий мой поклон вашим родителям, что они создают вам все условия для занятий спортом. За большой вклад в развитие «Динамовского движения», многолетнюю и плодотворную работу в области физической культуры и спорта представителями общества «Динамо» юбилейной медалью был награжден Александр Руденко. Не остались без подарков и гостей. Раисе Борисовне Сушковой от имени главы Николай Войтенко подарил живописную картину. Пожелать ей доброго, здоровья, счастья, получше, удачи. То, что она делает в обладе нашей огромной страны, в России. Спасибо вам и позвольте получить эту замечательную картину. Она называется «Нетронутая природа». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С каждым годом растет география турнира. В этом году в соревнованиях приняли участие более 200 юношей 99-го до 2001-го годов рождения из 24-х городов и поселков центра России. Как проходила спортивная борьба? Кто из юных самбистов стал победителем в своей весовой категории? И какая команда стала обладателем главного кубка кавалера Ордена Мужества Владимира Сушкова? Об этом в наших следующих репортажах. Александр Сидоров, Новости 24. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...